Давайте про еще один крутой эффект поговорим, настолько крутой, что я добавил его в тулбар, вот он, Not OTT, он похож по принципу работы на OTT от X-Ferr Audio, но фишка в том, что здесь, друзья, во-первых, регулируется для каждого из диапазонов, вот, красная это атака, синяя это релиз, если shift зажмем, у нас будет для всех трех полос пропорционально атака или релиз изменяться, То же самое с shift, касается и громкости полосы, и давайте же обратим внимание, во-первых, здесь dry-wet сверху есть, input-output-gain и очень несколько крутых фич, во-первых, fear это фильтр с линейной фазой, это нам дает сохранение качества звучания, потому что если мы очень сильно воздействуем на сигнал, очень сильно фаза корежится, И в режиме с нелинейной фазой, а, собственно, оригинальный OTT так и работает, мы получаем звук не очень хороший, здесь же есть fear-режим, конечно, он носит задержку, но, мне кажется, зачастую это того стоит И, когда нажимаем на кнопку advanced, открываются расширенные параметры, coupled left-right это одинаковая реакция детектора на оба канала, и фильтр DC это срез ультра низких частот, я редко пользуюсь этой фичей, ну, давайте послушаем наш исходник и попробуем его подредактировать до какого-то удобоваримого состояния, прям радикально свежего, с помощью node OTT, послушаем исходник Степень экспансии и компрессии вот так регулируется, click and drag, частота кроссовера вот так разделяется Если посередине кликнем между компрессором и экспандером, также можно эти зоны перемещать, в общем, очень гибкая система, которая, опять же, перекочевала из оригинального OTT, который, на самом деле, являлся изначально алгоритмом под Ableton Live, одного из приборов То есть мы экспандером поднимаем какие-то неслышимые детали Зажимаем верхушку нашего диапазона среднечастотного и получается довольно интересный результат Как видите, прибор супер круто работает, давайте с низкими частотами еще поработаем А теперь сравним с тем, что было И все вроде бы ничего, вы скажете, а почему бы не использовать OTT? А давайте посмотрим, отключаем FIR-фильтр, линейная фаза у нас будет теперь отключена И послушайте, как это скажется на звуке Гораздо более четкие низкие частоты в режиме с линейной фазой И опять же, можно отпилить низ, обратите внимание на график, даже по графику будет видно, что ультра низ будет отпилен На самом деле, фильтр DC спрашивают часто, а как, что это? Это обычный фильтр, который пропускает только высокие частоты и рубит sub-низ вот этот ненужный При этом меняется характер звучания на низких частотах естественно, потому что ну не может незаметно пройти срез низких частот, поэтому я лично использую этот параметр крайне редко Добавлен теперь для удобства в тулбар, нод OTT Также обратите внимание, что если мы кликаем на какой-то из узлов, мы отключаем этот диапазон И также еще очень крутая фича, что OTT у нас трехдиапазонный Этот прибор может быть пятидиапазонным Если мы делаем правый клик на уже имеющейся области, она у нас пропадает Если делаем на пустой, она у нас появляется То есть прибор превращается в пятидиапазонный OTT